Продолжение следует... 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 Но не выбежала им навстречу удивленная аэлита. Ни плесени, ни микроба не попалась в тех пробах марсианского грунта, который извлек и исследовал спускаемый аппарат викинга. Гиблое место. Плюсовая температура держится всего несколько дневных часов, а ночью ее сменяет 90-градусный мороз. На полюсах белые шапки замерзшей углекислоты. Да, здесь, пожалуй, тоску о братьях по разуму не утолить. Ладно, не вышло на Марсе, поищем на Земле. Экспедиции за экспедицией снаряжаются на поиски снежного человека. «Где ты? Ау!» Пока не отзывается. Избегают официальных представлений землянам и экипажа летающих тарелок, хотя сообщений о неофициальных контактах не меньше, чем средневековых свидетельств о проделках чертей. Вот эти четвероногие действительно братья по разуму. Они все понимают, самозабвенно преданы, но слишком наивны. Приятный, в общем-то, контакт с ними не дарит нам ощущения новизны, ведь собаки дружат с людьми уже тысячи лет. Другое дело – дельфины. Видите, какой жгучий интерес они вызывают. Еще бы, ведь эти интеллектуалы моря стали известны широкой публике сравнительно недавно. Грациозны, благородны и все-таки дикари. Заводов у них нет, ракеты и лазеры делать не умеют. Эти кадры были сняты в 1975 году в США. Америка. Великая держава. Здесь как раз и ракеты, и лазеры делают неплохо. Здесь накоплен солидный опыт в исследованиях космоса. Этот малыш растет под боком одного из космических центров. Тогда нашу съемочную группу привели сюда совместные советско-американские орбитальные эксперименты. Сотрудничество неизбежно выливается с содружества. Коллеги, космонавты и астронавты стали друзьями. Напомним программу. Мы запустили корабль «Союз». Экипаж составили Леонов и Кубасов. С территории США стартовал Аполлон с тремя астронавтами на борту. С Таффордом, Слейтоном и Брандом. В полете дважды была осуществлена стыковка. Проводились совместные научные исследования, технические эксперименты и взаимные переходы экипажей. Телевизионные репортажи с орбиты наблюдали миллионы людей на всей планете. Даже личные письма путешествовали по миру в космических конвертах с космическими марками. Всех вдруг стало живо интересовать, что думают о дальнейших судьбах космонавтики ее профессионалы. Мы — астронавты резервного экипажа полета Аполлона Союза. Вот Эллен Бин и Рон Эванс, и я — Джек Лаусман. Мы надеемся, что полет Аполлона Союза не будет последним. Мы можем летать по месту в космосе снова, может быть, салютом. В те памятные дни дух советско-американского космического сотрудничества буквально носился в воздухе. Вот несколько интервью на улице у простых американцев. Недавняя стыковка Аполлона и Союза явилась новым большим шагом в истории космических программ. Сотрудничество американцев и русских в космосе очень нужно нашим народам. Большинство американцев рады такому сотрудничеству. Я очень рада полету в Аполлона Союза, и в будущем хотела бы увидеть и другие совместные советско-американские полеты. Советские люди в ту пору были довольно редкими гостями в Соединенных Штатах. Когда американцы узнавали, откуда мы, они приходили в восторг. Казалось, что даже сам генерал Хьюстон на своем бронзовом коне приветствует нас. Запомнилась и бескорыстная помощь местных полицейских. К сожалению, дальнейшие события развивались так, что реальностью стало не сотрудничество, а соперничество в космосе. Мечту о полете на Марс поразил недуг, название которому «Гонка за престижем». В печати появились сообщения о выдвигаемых в США проектах экспедиции на Марс. Один из них, к примеру, предполагал свыше 50 грузовых рейсов шаттла на околоземную орбиту. Страшная трагедия 1986 года унесла не только жизни семерых мужественных астронавтов, в числе которых были две женщины, но и заставила американцев пересмотреть всю свою космическую программу. С 1986 года никто уже и не заикался о марсианских проектах. Все затмило проблемы надежности космической техники. Не будем делать вид, будто решение этой проблемы для нас пройдено этапом. Наша страна тоже заплатила страшную дань космосу. Его жертвами стали Владимир Комаров, Георгий Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пасаев. Так что космонавтика – дело опасное. Если есть возможность выбора, то лучше уж подвергать риску роботов, а не людей. В июле 1988 года на Марс одна за другой отправились две автоматические научные станции нового поколения – ФОБОС-1 и ФОБОС-2. И вдруг, 2 сентября, связь с ФОБОС-1 прервалась. Уцелевший ФОБОС-2 уже в одиночку успел провести ряд ценных исследований в окрестностях Красной планеты и тоже замолчал. «Мечта и здравый смысл. Нам симпатично и то, и другое. Но почему они все время в споре? И чем еще собирается огорчить нас здравый смысл?» Эти люди не веселятся. Так они зарабатывают деньги на хлеб. Похоже, что другого способа у них нет. А у этих детей, страдающих от голода, вызванного сильнейшей засухой, нет вообще никакого способа что-либо заработать. Профессор Волков пишет в газете «Правда». Конечно, полет на Марс – это интереснейшая задача. Но не рано ли? Ведь у нас на планете сейчас так много острых проблем. Это и создание новых видов культурных растений и пород домашних животных, которые позволили бы улучшить качество и структуру питания миллионов людей. Это и глобальное решение жилищных проблем и обеспечение экологического равновесия. Это и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и раком, который уносит миллионы жизней. И многое другое, что можно уже сделать для людей, но для чего пока нет средств. Кстати, по оценкам американских специалистов, полет людей на Марс обойдется примерно в 50 миллиардов долларов. Есть и другие точки зрения. «Решение глобальных проблем требует от человечества космического могущества», – спорит с профессором Волковым, научный сотрудник с Урала Шардыко. А вот, к примеру, мнение известного советского планетолога Мухина. Убежден, что там, в районе Марса, настоящая кладовая открытий. И с жизнью на Марсе не все ясно. С жизнью вообще не все ясно. Как? Почему? Откуда? В свое время шведский ученый Сванте Арениус выдвинул гипотезу о переносе зародышей жизни с одной планеты на другую. Почему только наша энциклопедия, не смущаясь отсутствием фактов, так безапелляционно, гипотеза была ошибочной? Ах, если бы можно было сравнить наш генетический код с генетическим кодом даже самого ничтожного, только обязательно живого, марсианского микроба. Мечта и реальность. После успешного завершения первой лунной экспедиции, Майкл Коллинз от имени пионеров межпланетной космонавтики обратился к Конгрессу. Конечно, мы не можем запускать наши межпланетные корабли с трамплина бедности. Но мы не можем и ждать до тех пор, пока разрешим все наши земные проблемы. Этот энтузиазм Коллинз не утратил и два десятилетия спустя. Пересек океан и в качестве фотокорреспондента стал гостем Байконура. Знакомя советских ученых с собственным проектом полета на Марс, Коллинз сказал, «В решении столь сложной задачи должны участвовать СССР, США, другие страны, которые располагают опытом создания космической техники и могут понести посильные затраты». Эта же мысль была высказана Михаилом Сергеевичем Горбачевым во время встречи с Рональдом Рейганом. Президент США осторожно ответил, «Наши ученые рассматривают эту идею». Приемник Рейгана Буш заявил более определенно, «Пилотируемая экспедиция на Марс состоится в начале будущего века». Точного срока он не назвал. Его прикинули специалисты. Главный конструктор Ковтуненко называет такие этапы в исследовании Красной планеты. Отправка марсоходов в 1994 и 1996 годах. Доставка на Землю марсианского грунта в 1998 году. Главкосмос СССР возможной датой полета к Марсу пилотируемого корабля считает 2015-2017 годы. Что же предстоит преодолеть на пути к этой цели? Собирать корабли из отдельных частей на околоземной орбите умеем и мы, и американцы. Ручная и автоматическая стыковка кораблей – тоже операция, давно освоенная. И рассчитывать параметры межпланетных траекторий мы умеем неплохо. Американцы совершили шесть посадок и взлетов с Луны. А советские программы физических упражнений на борту орбитальных станций и другие специальные медицинские меры позволили обеспечить длительную работу в условиях невесомости. Владимир Титов и Муса Монаров пробыли в космосе год. И, наконец, тяжеловозы космоса, мощные ракеты-носители, уже имеются и в США, и в СССР. Что же касается международного сотрудничества в космических исследованиях, то и здесь накоплен немалый опыт. Уже много лет в рамках программы «Интеркосмос» ведутся совместные исследования на основе советской космической техники. Благодаря этой программе целый ряд стран – социалистических, развивающихся и капиталистических – получили возможность внести свой вклад в изучение Вселенной и собственной планеты, осуществили ряд смелых проектов. А это еще что за игрушки? Да, пока игрушки. Да, пока модели. Но как летают? Просто загляденье. Тем, кому сегодня 10-15 лет, в 2015 году будет 35-40. Возраст профессионального творческого расцвета, солидных постов и право принимать серьезные решения. Эти мальчишки знают – на Марс лететь им. В освоении Вселенной надо различать два аспекта. С одной стороны, это то, что всем очевидно. Это техника ее развития, развитие могущества человека, освоение природы и так далее, и так далее. То, что приносит нам непосредственную выгоду и без которой ничего мы сейчас фактически жить не можем. А с другой стороны, это личность аспект, аспект духовный, аспект, ну, если хотите, спортивный. Это вопрос о том, почему люди сейчас ходят на лыжи через Северный полюс, например. Людям нужно совершать какие-то подвиги. И вот одним из таких подвигов, безусловно, будет и полет к Марсу. Без этого человечества существовать, без подвигов, я имею в виду, без духовности, она не сможет никогда. Редактор субтитров А.Семкин